друзья всем привет в этом видео обзор новинки от компании hot wave модель смартфона w11 из интересного здесь очень емкая батарея в режиме ожидания он сможет проработать до 100 дней емкость составляет 2800 миллиампер мощнейший фонарик на 280 люмен а также есть камера ночного видения в этом видео сейчас распакуем потестируем и посмотрим на возможности этой новинки поставляется в следующей минималистичной упаковке 6 оперативной 256 встроенной этот смартфон отлично подойдет для походов в путешествий там где негде зарядить смартфон а также этим смартфоном можно пользоваться как пауэрбанком и в путешествиях заряжать другие гаджеты с обратной стороны перечислены ключевые возможности у меня на обзоре в цвете космической черном а также есть бронзовое золото делаю распаковку и смотрим на комплектацию в комплект входит сам смартфон здесь фирменный зарядный блок отход wave выполнен по новой технологии ган это компактная зарядка и максимальная мощность составляет 33 ватта то есть поддержка быстрой зарядки идем далее документация версия глобальная в инструкции есть русский язык все понятно с иллюстрациями можно более подробно посмотреть далее в комплекте скрепка для сим лотка переходник с usb-c на usb-a для подключения к примеру флешек мышек клавиатур и так далее сухая влажная салфетка и кабель для заряда и передачи данных формата usb-c на usb-c нужно сразу понимать что это нелегкий смартфон и вес его составляет 568 грамм но фишка этого смартфона не компактность а максимальная емкая батарея и хорошая автономная работа здесь мы видим 20 тысяч 800 миллиампер также это прочный смартфон защищен ip68 69 кей и милость d810 пыли влага и ударопрочный корпус заявлено от производителя до двух метров погружения воду выдерживает в течение получаса по эргономике в принципе в руке лежит удобно но он такой увесистый толстый вот сравним его с обычным смартфоном у меня обычный смартфон в чехле этот смартфон без чехла и конечно этот тяжелый смартфон углы здесь у нас получается усиленные есть ушко для фиксации шнурка здесь у нас динамик внешний с обратной стороны модульный блок здесь у нас камера на 64 от sony 2 камера на 24 ночного видения ниже расположена инфракрасная подсветка для ночного видения и правее обычная вспышка и внизу мощнейшая вспышка на 280 люмен то есть это яркий фонарь и учитываем что хорошая автономная работа должен светиться долго здесь у нас такая фактурная поверхность чтобы он не выскальзывал из рук металлическая вставка вот здесь идет чтобы воспользоваться мощнейшим фонариком для кемпинга заходим сумку с инструментами и здесь у нас есть обычный фонарик это мы включаем обычную вспышку кстати она достаточно яркая если мы желаем воспользоваться мощнейшим фонариком вот кемпинг light выбираем и здесь у нас получается максимальная мощность пол мощности четверть также режим сос и стробоскоп также вверху два выступая когда вы будете ложить смартфон чтобы не царапались камеры справа металлические вставки фиксируются на трех винтах регулировка громкости кнопка питания в нее же встроен сканер для разблокировки слева дополнительная программируемая кнопка здесь у нас резиновый уплотнитель под которым находится лоток для подключения сим-карты карт памяти он комбинированный либо две сим-карты формата nano sim поддержка 4g быстрого интернета либо подключение одной сим-карты и карты памяти карта памяти поддержка до двух терабайт для водозащиты обязательно закрываем уплотнитель резиновый и внизу у нас также резиновая заглушка под которой находится разъем для подключения зарядки передачи данных и микрофон под заводской наклейкой наклеена защитная пленка завода размер дисплея 6 6 дюймов а разрешение full hd плюс 1080 на 2408 плотность достаточно хорошая 399 dpi зернистости не отмечена информация хорошо отображается на этом дисплей хорошо смотреть видео читать информацию выполнен по технологии ips угол обзора неплохой достаточно как для ips дисплея яркость как для ips дисплея достаточно хорошая максимальная яркость 480 нит заявлено от производителя частота обновления стандартная на 60 герц есть конечно же адаптивная яркости автоматически в зависимости от освещения регулироваться будет яркость есть темный режим чтобы вечернее время воспользоваться также можно сделать оптимизацию цвета включить яркие либо насыщенные цвета рамки слева и справа внизу большой подбородок вверху плавный каплевидный вырез под фронтальную камеру на 16 мегапикселей вверху слуховой динамик светодиодного индикатора для зарядки уведомлений к сожалению на эту модель не добавили на дисплеем возвышается небольшой бортик он такой как прорезиненный как плотный каучук для дополнительной защиты для дополнительной защиты если вот таким вот образом смартфон ложить чтобы не царапался дисплей а также еще дисплей защищен защитным стеклом corning gorilla glass третьего поколения удивило что у бюджетного смартфона достаточно хороший сенсор и он понимает 10 касаний из 10 для бюджетных смартфонов это достаточно редко переходим к производительности за производительность здесь отвечает процессор от mediatek mt 8788 выполнен по 12 нанометрам он восьмиядерный 4 ядра энергоэффективные 4 производительные тактовая частота одинаковая 1989 мегагерц оперативной памяти 6 гигабайт внутренней 256 оперативную память при необходимости можно расширить есть специальная опция где благодаря внутренней памяти можно добавить еще 6 гигабайт но для этого нужно перезагрузить смартфон и того 12 гигабайт можно сделать с виртуальной памятью в сумме внутреннюю память можно благодаря карте памяти еще добавить 2 терабайта по тестам производительности смартфон набирает в приложении у antutu 248960 баллов практически 250 тысяч баллов во время теста батареи разрядилась на один процент это отлично хорошая автономная работа благодаря большой емкости батареи и нагрелся во время теста смартфон на 32 градуса минимальный нагрев 24 5 а максимальный 27 и 7 под нагрузкой процессор не тротлит ровный график все отлично просадок нет с оперативной памяти на чтение на запись и внутренней сейчас отображаются на экране по программному обеспечению здесь завода сразу установленная 13 версия андроида play market google сервис и все установленное завода также есть сумка с инструментами где у нас есть компас шумомер можно измерять уровень шума настенный уровень уровень фонарик усиленный фонарик включать ну и различные дополнительные полезные инструменты также есть fm радиоприемник но он будет работать только если вы подключите наушники разъема миниджек три с половиной миллиметра здесь нет и чтобы работало радио нужно подключать проводные наушники формата юсби си в комплекте они не идут но их можно отдельно приобрести стоит они недорого и они здесь работают можно подключить вот как я гарнитуру и тогда вы заходите в радио и тогда в таком случае радио будет работать что еще из интересного еще за интересного здесь у нас есть функция режим в перчатках зимой в походах этот режим будет полезен проверяем сейчас я делал перчатки кстати даже если эта опция не активирована вот я проверил сейчас у меня работает режим в перчатках давайте и сейчас активируем возможно будет лучше работать но да когда активировал на мой взгляд более отзывчиво работает но то есть зимой удобно не нужно снимать перчатки включаем этот режим и пользуемся касаемо производительности до производительность скромная но конечно это не игровой смартфон это я думаю понятно учитывая стоимость и возможности здесь смартфон фишка смартфона это автономная работа это яркий фонарик так вот здесь производительности хватает пользоваться андроидом тринадцатым в игры можно поиграть в самые несложные нетребовательные тесты фото сделанные на основную камеру здесь на чтобы активировать максимальный режим нужно включать 64 мегапикселя кстати есть функция стабилизации изображения тест фото в максимальном качестве на текст делаю приближение неплохое качество информацию хорошо видно делаем приближение все отлично далее вот еще фотография сделанная в максимальном качестве при увеличении да и наблюдаются шумы не камерафон конечно но как для защищенного смартфона обычная неплохая камера вот еще фотография еще одна фотография вот такое вот качество получается приближение ну как для защищенного смартфона я считаю качество неплохое еще проверка качество да даже детализация есть также есть ночной режим и в абсолютной темноте благодаря инфракрасной подсветки и камере ночного видения этот смартфон может делать фото и видео включаем специальный режим night vision его друзья в абсолютной темноте можно делать фото видео вот обратите внимание полная темнота когда мы наводим все видно и с обратной стороны видно что подсвечивается инфракрасная подсветка хотя основная вспышка не работает и здесь можно переключаться между режимом фото и видео режимы записи видео максимальное качество 1080p и сейчас включаю тесты записи видео в помещении так сейчас идет из записи видео разрешение full hd запись помещения освещение здесь отличное можем оценивать фокусировку также можем проверить качество записи микрофона разрешение сейчас включено full hd как происходит запись также проверяем стабилизацию стабилизация сейчас активированная проверка вот таким вот образом отрабатывает автофокус ну и целом качество записи видео на смартфон w11 отход wave на экране можете сейчас оценивать и вот по экрану смартфона мне кажется здорово батарея емкость батареи 20 тысяч 800 миллиампер заявлен от производителя в режиме ожидания до 100 дней без зарядки воспроизведение видео порядка 35 часов интернет серфинг 45 в режиме звонилки до 120 часов а также заявленную от производителя автономную работу я сейчас вывожу на экран в настройках можно смотреть расход заряда батареи режим энергосбережения благодаря емкой батареи также смартфон поддерживает обратную зарядку и можно пользоваться как powerbank am заряжать другие гаджеты максимальная мощность зарядки 10 ватт в дороге если негде зарядить дополнительный смартфон либо там гарнитуру фитнес часы то можно воспользоваться смартфоном дополнение сканер для разблокировки которые встроены в дисплей работает достаточно отзывчиво также есть возможность сделать разблокировку по лицу тоже все работает и кстати достаточно быстро также по дополнениям есть модуль nfc для бесконтактной оплаты есть и навигационные системы gps глонасс бейду галилео устанавливаем карты пользуемся как навигатором в походах путешествиях будет полезно вайфай двухполосный bluetooth есть съемка под водой когда мы включаем эту опцию если делать фото либо видео под водой у нас не работает сенсор потому что под водой невозможно им пользоваться а делаем фото либо переключаемся между режимами кнопками и так подводим итоги да конечно это нелегкий смартфон и достаточно габаритный но здесь фишка этого смартфона это его автономная работа емкая батарея мощный фонарик и защищенный корпус также на мой взгляд неплохая камера как для недорогого смартфона если учитывать стоимость на старте продаж в районе 13 14 тысяч рублей по достаточно интересный вариант все полезные ссылки оставлю в описании под видео на этом у меня все всем пока и до встречи в новых видео